Смотрите, я одел жилет. Насколько я стал ярче даже с днём? На ногу, правильно? По правилам дорожного движения, такой светоотражающий жилет должен носить каждый пешеход. В лице номер 10 об этом рассказали на уроке безопасности. Школьники узнали о правилах поведения на дорогах, о том, как правильно переходить улицу и как стать более заметным для водителей. Провели и небольшой опрос. Оказалось, что белый цвет самый заметный, а тормозной путь автомобиля при скорости 60 км в час составит несколько метров. Самых активных наградили безопасными подарками. Я выиграла возвращающий чехол. Я выиграла за то, что сказала, за какое расстояние видно жилетки светоотражающие. Ну и расскажи, за какое расстояние. За 150 метров. Будешь пользоваться подарком? Буду, конечно. На встрече говорили не только о безопасности на дорогах. В преддверии Нового года сотрудники ГИБДД и МВД еще раз напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности при запуске фейерверков. Мероприятия подобного рода проводятся систематически. Сотрудники полиции выезжают в школы с целью проведения профилактических бесед. Как одни, то есть силами сотрудников, допустим, ГИБДД и подразделения по делам несовершеннолетних, так и привлекаем сотрудников МЧС, Хемспас, для того, чтобы в полном объеме показать подросткам всю существующую опасность, и так как от нее можно уберечься. Сотрудники Хемспаса предупредили ребят об опасности на льду. Теперь школьники знают, что сильные морозы не гарант толстого льда на реке. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.